Здравствуйте, вы на канале ДЖТВ и сегодня в гостях у нас два чемпиона мира, да? Тренер и ученик Дмитрий Савельев и Александр Дросс. Здравствуйте. Приветствуем. Что вас привело в Киокушин? Конкретно меня? Да. Ну, на самом деле, просто объявление привело, на столбе. Я занимался единоборствами где-то с пятого класса, но в десятом классе увидел объявление на стене дома или на столбе, единоборствами каким. Я занимался ушу, занимался бесконтактным каратэ, ну и там мне тренер в ушу посоветовал, что тебе нужно что-то жесткое и контактное, ну по складу характера. И вот промелькнула такая фраза, такое слово Киокушинкай, которое тогда еще ничего для меня вообще не значило. И вот я увидел это объявление, пришел в зал и все, я остался там. Ну и потом уже начал оттуда из этого зала, как из гнезда, вылезать и уже пошел по нарастающему. У меня первый тренер был Николай Иванович Чернухин, вот. Первые четыре года я занимался у него. Мы занимались больше базовой техникой, то есть классическим каратэ, вот. Но мне больше нравилось коммите, драться. И я пытался выступать на соревнованиях, выступал. Я через три месяца после того, как пришел в каратэ, уже на первом турнире дрался. Два боя выиграл нокаутами, потом меня дисквалифицировали за запрещенную технику в финале. Меня заметил другой тренер, Алексей Михеев, ему уже в Санкт-Петербурге, да. И он уже меня более, он меня начал тренировать индивидуально. И уже начались какие-то первые успехи. Потом у Алексея, к сожалению, работа начала сильно отвлекать его. То есть он уже не мог уделять много внимания, столько, сколько нужно для подготовки. И он нашу команду сборную передал Игорю Алексеевичу Пеплову. Ну и там уже расцвели в полной мере, потому что уровень квалификации рос очень заметно, буквально от месяца к месяцу. Именно квалификации, не физической силы, а мастерства. Он очень много с нами работал, и воспоминания самые хорошие об этом времени. Вот. А затем Игорь Алексеевич очень плотно начал заниматься кикбоксингом, К1. Он выступал в Японии, по полгода жил в Японии. И мы уже начали заниматься больше сами. Само сборная на самом таком крутящемся моменте. Города, да? Да. Ну, нашей федерации ФК, да. Вот. И затем мы начали вместе заниматься с Виктором Летинским. И он меня тренировал и тренирует периодически. Но часто я не выступаю, но с 2006 года мы вместе тренируемся, и все такие турниры, самые значимые, мы выиграли вместе с ним. А что же случилось в Кикушине? Почему именно этот видильный борт? Почему остался? Ну, во-первых, жесткий, очень атлетичный. И, ну, соответствует характеру по всей тренировке. Ты понял, что это твое или... Не могу так сказать. Там же Кихон был. Ну, Кихон, как бы, тогда все занимались Кихоном, и я занимался Кихоном. То есть, но постепенно я пришел к тому, к чему хотел. Сложно сказать. Я ходил, занимался боксом параллельно летом, когда было время между сезоном в Кикусинкай. Я там немножко, мы с Романом Узуняном ходили, занимались боксом для общего развития. Тоже замечательное единоборство, но больше все-таки привлекал Кихон Кикусинкай, потому что работа ног, не надо разбивать друг другу руками головы. Это меня тоже привлекало достаточно. Вот. И мне, конечно, нравилось и бороться, но борьбой практически не занимался. Только чуть-чуть в университете. Но так нравится тоже. То есть, все единоборства, они интересны, конечно. Но Кикусинкай вот прикипел. А что больше всего на тот момент нравилось в тренировке? На тот момент, самое любимое, поиграть в баскетбол, жесткий, как положено. То есть, не без правил, а такой рэкбол скорее. Вот это мне очень нравилось. Мне нравилось в парах работа, мне нравилось драться. Затем мы уже начали в снаряды работать. Вот это мне все очень нравилось. Для меня всегда пример Руи Джонс в этом направлении. Когда он и боксировал на высочайшем уровне, и еще параллельно играл в баскетбольной команде для удовольствия. То есть, одно другое тянет, помогая. То есть, это как бы уникальное такое, можно, сочетание. Быть чемпионом мира и воспитать чемпиона мира. Это не каждому дано. Очень много есть ребят, которые суперфайтеры, но они не могут научиться очень. Ну, на самом деле, тут какая история? Вот сказать, что я чисто подготовил чемпиона мира, я могу сказать про Собанину Марину. Она сейчас не выступает пока, но мы всех ребят готовили с Виктором Лютинским все эти годы. То есть, у нас такая команда рабочая. Но именно очень много индивидуально, и с ней работал я. И результат как раз именно в этом. Может достигнуть результата, когда ты работаешь индивидуально со спортсменами. То есть, взять, например, Ксению Доронину у нас в команде спортсменка. Она выиграла два молодежных чемпионата мира. Потому что с ней индивидуально очень глубоко работал Виктор Лютинский. То есть, очень концентрированно конкретно на ней, на всех ее ошибках в технике или наоборот на достоинках. И рост спортсмена происходит, когда ты работаешь индивидуально просто по экспоненте. Если он работает в группе, это плавный рост, который может идти несколько лет. Но если ты работаешь с человеком индивидуально, то человек взрывной получается развитие. Если мы говорим про Саню, то у нас много турниров было позади. Ты в каком году приехал в Питер? В 2013-м в сентябре. Приехал в Питер? Да, поступил. А до этого ты там принял? Да, в Краснодарском крае. То есть, Саня приехал, в принципе, уже оформленным бойцом. Но тут такой момент, что когда приезжает человек в большой город, он может или потеряться, как вот у нас много примеров таких есть, или подхватиться и продолжить свое развитие. Вот. И то же самое. Мы вот готовились, работали командой. По чемпионату мира больше Саню подводил Виктор Литинский тоже. Больше индивидуальной работы осуществлял. То есть, мы где-то работали, какие-то делали… Вместе, но что касается индивидуального занятия, то больше Виктора. Да. То есть, когда групповые занятия, там я работал. Когда индивидуальные, там Виктор. И за счет этого, я еще раз говорю, подчеркиваю, что спортсмены выше уровня. К каждому из них нужен индивидуальный подход. Нельзя тренировать группу, даже пускай там 4-5 спортсменов высокого уровня, всех одинаково. Они все абсолютно разные. Если можно тренировать там кандидатов в мастера спорта, может быть, даже мастеров спорта, еще как-то можно тренировать в группах. Но международников, там, если ты хочешь еще выше результат, то это, конечно, индивидуальный подход. В первую очередь, индивидуальный подход. А методики? Ну, методики… Вон, сколько учебников написано. То есть, на самом деле… Рекомендуете какой-то учебник? Ну, например, Бумпа и Боттичелли, или Боттичелли, про периодизацию спортивной тренировки буквально недавно я прочитал еще один учебник. Очень хороший. Да даже если взять просто теорию физической культуры и спорта, большие книги, там, начиная от Матвеева, уже многого можно поучиться. То есть, есть вполне работающие методики, которые дают вполне определенный результат. Понятно, что можно сделать тысячу отжиманий, там, пять тысяч приседаний, там, за пять дней, предположим. Но даст ли это эффект какой-то для спортсмена – не факт. Да, ты можешь ему убить мышцы, он будет болеть неделю, там, и так далее. Можно ему устроить 50 боев, там, неподготовленному, если он не готов к этому. И, может быть, это не будет в пользу. Но если методика выстроена, то и 50 боев будет в пользу, и тысяча отжиманий. То есть, у нас есть определенная методика подготовки, и по ней, в общем-то, результат идет. А как вот есть групповые, индивидуальные тренировки? Со спарринг-партнерами есть проблемы? То есть, ну, достаточно… Со спарринг-партнерами, ну, иногда испытываем проблемы, но сейчас, с этим годом, да, пришло, ну, около трех, да, человек, наверное. Твоего телохранения? Они уже тоже сформировавшиеся бойцы, примерно, как я, переехал в Петербург. Также они поступили в университет и переехали. И у нас еще проводятся также сборные тренировки с сборной всей федерации. Собираемся в одном дозе и тренируемся раз в неделю. То есть, со спарринг-партнерами, в принципе, проблем не особо испытываем. Это очень хорошо. Ну, на самом деле, да, это предмет для гордости у нас. То, что в Петербурге у нас Киокусинкай – это Киокусинкай. Мы много федераций, как и везде. Но, что касается работы совместной повышения квалификации спортсменов, Кумите именно, у нас есть общая сборная команды Санкт-Петербурга, где у нас бывают… Да, федерации, да? Да, где собираются все федерации. Все. И там бывает такое, что до 30 человек высшего уровня мастеров спорта, международников, ЗМСов. То есть, приятно посмотреть и приятно смотреть, как они друг друга учат в боях, в заданиях, в парах. И, в общем-то, эффекты от этого наблюдаем положительные. То есть, это у нас в Петербурге достижение. Ну, еще мне кажется, что это связано с тем, что у нас каждый год проводится объединенный турнир. То есть, все федерации собираются в один день и… Опять же, этому турниру уже 10 лет, да. То есть, в 2008 году мы начали это мероприятие. Начал его как раз и ФК с федерацией Кикусинкан, но потом присоединились и все другие федерации в следующие годы. Вот. И сейчас у нас объединенный чемпионат Санкт-Петербурга. Что такое вот, блин, неохота делать, но делаешь, знаешь? Это, скорее всего, бёрфи, который Дмитрий Сергеевич уже начал включать, наверное, года два назад в тренировочный процесс. Это больше у нас как проводится, как тестирование спортсменов. То есть, то, что монотонное такое, да? Да, это примерно 7 минут бёрфи, монотонной работы. И проверяет, в принципе, все общие показатели спортсмена от количества раз. То есть, за 7 минут примерно, если вот максимум было 142 у нас, когда были сборы, это Джонас сделал швед. И примерно до 120, от 120 до 150, наверное, это уже очень хороший результат. И показывает физически подготовленность спортсменов. То, что ниже касается, ну, это более-менее средний. И ещё примерно вот ниже 90, это уже оценивается форма спортсмена и как он готов к тому или иному. Но при этом нужно учитывать травмы, загруженность спортсменов. Потому что тренировки, если что касается сборов, то они, видите, они все одинаковые для всех спортсменов. Как сказал Сенсей, все спортсмены уже международного уровня, они требуют индивидуального подготовки. Потому что, когда они уже выходят на такой уровень, накапливаются определенные травмы и что-то может помешать им сделать. Вот. Ну, это один, да, такой тест у нас, который, ну, не знаю, почему они не любят. Очень хороший тест. Замечательный. Я хотел его, на самом деле, дать здесь, в рамках международного лагеря, который проходил сейчас в Камчи. Ну, у нас с расписанием там немножко наложилось одно на другое. Ну, ничего, в следующем году обязательно проведем, все прочувствуют, узнают себя. Что это такое. У нас есть вот, например, в Украине проблема такая, что достигают спортсмены 18-летнего возраста и многие там идут на работу. Киокушин как не приносят, как таковой, деньги за выступления и хорошие чемпионы, очень перспективные бойцы, они уходят. Вот можешь про себя рассказать? Ты работаешь, учишься, вот. Что тебя оставляет? Да. Когда я приехал в Петербург, из Краснодарского края, со станицы Брюховецкой, меня сразу уже порекомендовали. То есть это мой первый тренер Зубцов Владимир Алексеевич и также тренер сборной края Попов Александр Геннадьевич. То есть они мне сразу же сказали, вот тренер, вот он и ты должен обязательно к нему пойти. Конечно, первое время было тяжело, но спустя две недели я уже пошел первый раз на секцию к СССР. И буквально, наверное, в декабре я уже начал подменять сначала тренера, вот тренировал взрослые группы и потом в дальнейшем уже вот два года я тренирую детскую группу и примерно два года уже. То есть ты как бы тренируешь детей, зарабатываешь и это позволяет тебе выступать? Да, 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 но в принципе это, конечно, помощь тренеров, они очень много помогают, вкладывают душу и средства. Это тоже изменимая вещь, без которой невозможно было бы выступать. Ну, на самом деле в Киокусинкай понятно, что это не олимпийский вид, не суперпрофессиональный вид, который может принести какие-то большие прибыли или рекламные контракты. Но, тем не менее, это бойцы, которые завоевали титулы, мастерство свое продемонстрировали и доказали. Ну, конечно, они потом в профессиональной деятельности, как тренеры, имеют уже такую стабильную базу, что ли, которая позволяет им успешно работать. Если при этом они, конечно, еще сами что-то выучились в этом смысле. То есть это профессия, можно сказать, которая также может приносить и доход, который позволит им нормально жить, тренироваться и так далее. У вас тоже это основное, да, получается? Ну, я вообще преподаю, работаю на кафедре физического воспитания в Санкт-Петербургском горном университете. Вот, у нас там большой объем работы, много студентов, у нас большое внимание в университете уделяется спорту. Там до семидесяти видов спорта развивается. А что именно преподаете? Физкультуру, да? Конечно, на кафедре физического воспитания. Оттуда не вытягиваете хорошие? Да, каждый год мы набираем новичков. У нас, когда приходят первые курсы, а их приходит много, вот, мы обязательно проводим работу с ними по разным видам спорта, их разбираем. И я к себе забираю не только там разрядников, но и новичков. И там из сорока человек один бывает вот выстреливает. Например, та же Стабанина Марина, она начала заниматься в горном университете с нуля. Да. И, ну, уже не в рамках университета, а уже в рамках выпускницы, когда стала, вот она смогла выиграть чемпионат мира в Японии. Ну, таких единицы, но, тем не менее, это как золото, ты просеиваешь сито, очень много породы проходит через это, и потом там видишь какие-то крупицы появляются золотые. А с маленькими работаете вы? Ну, я конкретно, я конкретно нет, с детьми не работаю и не работаю, у меня так сложилось, что я работал со студентами там с 2000-го, с 2002-го года. Угу. И так и пошло, что я работаю со взрослыми, с студентами, а вот у Сани уже опыт есть с детьми, да? У тебя примерно с шести лет, вот с шести до двенадцати мне покажут. Тебе нравится тренировать? Да, конечно, здорово, потому что вкладываешь в детей и видно отдачу. Ну, конечно, есть дети, от которых не видно отдачу, а есть, которые стараются, трудятся, пытаются достичь своих каких-то целей, амбиции свои показать. И это получается, да, достаточно в пределах пока моей возможности. А на соревнования уже тоже вывозят? Или у вас там в России закон есть? Ну, у нас был... Нет, почему? Закон с двенадцати лет можно выступать, уже в официальное первенство России проводится. Двенадцать-тринадцать лет, четырнадцать-пятнадцать, всё. До двенадцати лет нельзя выступать на официальных соревнованиях, но в большинстве регионов проходят какие-то учебные мероприятия. Показательные поединки, учебные мероприятия. В общем-то, ну, грубо говоря, дети подготавливаются к выходу на официальное первенство уже несколькими турнирами. Ну, не называемых турнирами, да, какими-то открытыми тренировками и так далее. То есть, тем не менее, опыт боевой у детей там уже такой, что... Вот, про детей что могу сказать? Дети очень быстро схватывают. То есть, у детей бывает видно отдачу очень быстро. То есть, у взрослых в этом плане бывает уже инерционность такая, что сложней поменять что-то или выучить чему-то. То есть, дети, они впитывают очень быстро и могут это показывать. Конечно, не все, но... А вот ваше отношение именно к детским соревнованиям, вот в плане экипировки. То есть, у нас, например, европейские правила, жилеты одевают, запрещены проносные удары в голову. То есть, то, что неконтролируемо в технике. Лоу-кик на некоторых соревнованиях были даже запрещены, что составы. Как вот ваше мнение? Моё мнение, что... Ну, опять же, учитывая, что я с детьми не работаю, я могу очень сильно заблуждаться и ошибаться. Но я считаю, что там 6-7-летние дети драться не должны. В принципе, не должны. Потому что это детская психика. И... Ну, я наблюдал эти детские вот турниры еще давно, когда... Там дети бьются в истериках от этих ударов пропущенных. Ну, от боли, от всего. То есть, ну, есть какое-то... Не на пустом же месте написаны эти законы. То есть, их сидел не Вася писал, а все-таки, наверное, консультировались с детскими психологами, с врачами, когда принимали такие, да, нормативные акты. Поэтому с маленькими детьми есть куча мероприятий, куча спортивных состязаний можно придумать, где они смогут соревноваться, выигрывать медали, там, грамоты. Родители будут довольны. Все будут счастливы. Но при этом они не будут травмироваться, у них останется интерес, и они плавно на вот этом игровом методе, на методе развития физических способностей постепенно выйдут, там, к 10-12 годам уже на бои. Вот, вот это вот желание... Человечек только пришел маленький, там, пять лет позанимался год, его надо куда-то запихивать в соревнования, чтобы они друг друга молотили. Ну, может быть, это подход, но мне это... Мне лично, мне лично это со стороны, мне это абсолютно не нравится. Нужно дорасти. Потому что именно потом, когда дети начинают драться в 6 лет, им к 16 годам вот этот спорт и все эти соревнования уже вот здесь. Они уже 10 лет машутся там, молотятся друг друга. И поэтому они просто, как только им дают свободу, грубо говоря, там, университет, работа, все, они сразу же исчезают, то есть они не могут себя реализовать полностью, потому что человек сможет выйти на пик после 20 лет, после 25, он покажет свою максимальную возможность. А они исчезают до этого. Саша, во сколько ты начал заниматься? Именно кёку сенкай я начал в 10 лет заниматься. Но до этого я занимался 2 года тэквондо, вот, потом тренер уехал, и получилось так, что у меня на улице двое ребят занимались тоже кёку сенкай, но до этого я еще перепробовал все виды спорта практически, которые у меня были в станине. Ну, тоже много. Это вольная борьба, футбол, и конный спорт, вот, очень много. И параллельно я совмещал вот школьное время, когда я занимался кёку сенкай, я занимался параллельно еще волейболом. Вот. И, как бы, так получается, что совмещал вместе. И вот это очень важный момент. То есть, детям маленьким очень здорово, когда можно дать широкий спектр. Даже в рамках, вот они ходят, занимаются одним видом спорта, но в рамках даже него развивать их и подвижными играми, и включениями других каких-то видов спорта. Тогда они развиваются. А когда вот нужно вот прямо вот сейчас срочно получить медальку, грамотку, и вот только учат их работать цуки-цуки, лоу-кик, как бы, интересы угасают и все прочее. То есть, вот, я за то, чтобы дети развивались широко. Да, у нас уже потемнело здесь, в Болгарии. Нам пора заканчивать. Очень интересная беседа. Ребята, тут кладезь знаний целый, чего можно рассказать. Ну, как говорится, разговаривать не кирпичи грузить. Это точно. С удовольствием всегда поделиться. Ну, в дозе приглашаете на тренировки, там, вдруг кто-то проездом будет через Питер. Всегда открыто связывайтесь. Будем рады. А куда звонить? Мне, у нас есть Клуб Чемпионы, ВКонтакте, можно прямо найти Клуб Чемпионы. Там есть информация. Вы ВКонтакте? Инстаграм? Да. В Инстаграме у нас пока еще вот эта работа не налажена, но идем к этому. Потому что ВКонтакте есть. ВКонтакте это больше российская? Да. В Фейсбуке у нас тоже есть страничка Клуб Чемпионы на английском языке. Да. То есть вся информация есть. Подписывайтесь на Клуб Чемпионы и приезжайте к чемпионам. Всегда рады. Правильно, как вы лодку назовете, так и она. Да, мы очень долго думали над названием. И название прямо в последний момент у нас раз и появилось. И нормально все. А так и пытаемся. Огромное спасибо. Это очень много. Спасибо.